штребух всем привет братва с вами штребух и в этом видео я вам покажу сколько можно заработать денег продавая мусор на барахолке вы посмотрите на это огромное количество сумок вот это барахло мы с димой насобирали примерно за недельки три в общем барахла вообще очень много сейчас посчитаем 17 мест я просто шокирован ребят 17 сумок тут очень много всего это все из помоечек ребят много барахла капец красная электроника чайники мягкие игрушки одежда обувь все здесь все что мы находили в помойках все в этих сумках сейчас ребят на часах пол двенадцатого ночи мы сейчас грузим это все барахло в машину а потом поедем на барахол ребят если хотите подобные видосы видеть тут ставьте на это видео 5000 лайков и выходит следующий выпуск с продажи товаров с барахол вы посмотрите насколько сильно забита машина барахлом из помоечки в машине еле места хватило так машина огромная вот реально если бы не костян мой кореш мне бы нифига не удалось этом довести пришлось бы грузовую машину вызывать потому что это капец костян привет всем спасибо тебе большой да не за что у вас всегда обращайся хорошо костян на часах 4 утра и мы уже приехали на барахол 4 вот тут очередь уже стоит ну а теперь нам нужно было занять козырное местечко да так чтобы нас оттуда не выперли местные продавцы мы вроде бы заняли место вывалили все сумки из тачки стоим тут думаем уже раскладывать товары к нам подходит женщина и говорит валите нахер отсюда я тут всю жизнь стою и мы типа ребят реально были в шоке стали в другом месте там подходит мужик и тоже говорит так ребят валите отсюда потому что я здесь продаю и мы капец мы не знали реально куда нам встать в итоге там подошла одна женщина моя знакомая мы с ней смогли договориться и встали на ее месте и проблем у нас больше не было мы могли нормально стоять себе спокойно и продавать барахлишко из помоечки ребят сейчас на будет это все разложить на клеенку и в принципе мы уже начнем это все продавать и как только мы начали распаковывать сумки выкладывать товар на клеенку нас сразу же облепили перекупщики они думали что мы туда принесли какое-нибудь золото бриллианты антиквариат который можно будет купить за копейки и перепродать потом за космические деньги но нифига подобного мы туда принесли товару чисто для барахолочки что-то нерабочее что-то залупная с помойки всякие игрушки всякую херню мелкую все что мы собирали в помойках складывали в сумки все мы туда принесли ничего ценного мы туда не взяли все самое ценное что было улетела в сюрприз боксах или отправилась на авито кстати если вы хотите что-то у меня купить ссылочка на мой авито будет в описании и все барахла самое интересное это был вот этот кейс для скрипки прикольный такой кстати он похож на гроб также было немного вещей обуви старые книжки нерабочий dvd проигрыватель от бренда пионер неплохие игровые компьютерные мышки нерабочие а еще было очень много мелкой электроники различные колонки куча различных проводов фонарики сетевые фильтры чайники старая колонка сковородка платы от телевизоров пылесос поломанной ручкой блоки питания для компьютеров также продавали вот такой старый ноутбук кстати продали мы его в итоге за сотки 2 3 также были помпы для воды старые диски с играми для компьютера принципе в этой куче не было ничего интересного примерно в 10 часов утра уже начало расцветать и мы могли хоть что-то видеть наушники 50 рублей работе с 5 утра до 11 часов дня нам удалось заработать 5 тысяч 800 рублей это принципе довольно таки неплохо с учетом того что мы продавали мусор из помойки после 12 часов дня мы устроили жесткую распродажу и стали все продавать по 20 рублей собралось просто огромнейшее количество народу любая вещь 20 рублей все по 20 рублей распродажа любая вещь 20 рублей я говорю распродажа надо делать на свободном месте вот так чтобы было место в окружении дима применял различные стратегии продаж и это было очень смешно распродажа любая вещь 20 рублей я просто в шоке столько людей в общем продавали продавали и тут к нам подходит мужчина и говорит что мы типа рано слишком начали распродажу делать нужно было делать ее позже после двух часов дня потому что мы таким образом ну типа клиентов забирали у всех остальных продавцов потому что мы что-то годное продавали по 20 рублей а кто-то тоже самое пытался продать там по 100 по 200 рублей если мы все вместе да 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 преддвигаем как делать понимаешь если оно распродажа просто вас больше не будут пропускать а тут и не будет понимаешь потому что вот сколько люди сидят хотят деньги заработать а вы пришли там все по 20 рублей любая вещь 20 рублей мы тоже делаем после 20 после двух они все жалуются потом придет а после двух после двух уже делаем по 30 рублей там по 10 рублей и ставят на свободное место, чтобы подходили по кругу и всё, а как они не будут. Но изначально мы этого не знали, поэтому мы перед ним извинились и сказали, что мы в следующий раз будем делать распродажи после двух часов дня. Ну а ближе к часу дня мы понизили цену нашего барахла на 5 рублей и начали всё продавать по 15. Всё по 15 рублей. Ну и прошло минут 40 и мы начали всё раздавать бесплатно, потому что мы простояли на барахолке 8 часов. И за 8 часов мы знатно замёрзли и уже очень сильно хотели домой. Всё бесплатно, любая вещь бесплатно. Это какой размер? 41. За бесплатно любой сойдёт. Да? Да. Нет, чаши для кальяна бесплатные, это вообще... А это тоже для кальяна? Да, это дорого вообще стоит, на самом деле. Портсигар, ну это для курильщиков. Ну да. А рамка тоже? Да, да, берите, если вам надо, берите. Не стесняйтесь. Мы сейчас это всё в помойку понесём. Сейчас всё окажется в помойке. Всё бесплатно, любая вещь. Нет, нет, парни реально отдаём. Ну а что, нам бесплатно это досталось? Вот мы и отдаём бесплатно. Чё предлагается? Всё бесплатно. Всё бесплатно. Аукцион невиданной щедрости. Да, вот старая книга, на самом деле, очень старая. 55-го года. Никто не хочет её даже бесплатно взять. Он точно рабочий. Просто помыть надо. Бесплатно, грех жаловался. Ну тогда, на халяву и уксус сладкий. Правильно, ребят? По итогу, за 8 часов, продавая мусор из помойки на барахолке, нам удалось заработать 8750 рублей. Это на двоих. На меня и Диму. Продавая мусор, мы не только заработали денег, но и внесли свою лепту в экологию планеты. Дали электронике из помойки вторую жизнь. И теперь те вещи, которые мы продали за копейки, будут радовать снова новых владельцев, а не разлагаться на городской свалке. Так что, ребят, вы тоже можете так делать. Взять, набрать у себя дома барахла, но только не из помойки, потому что по помойкам вообще никому не советую лазить. Это очень опасно. То есть, берёте, набираете дома барахло, идёте на местную барахолку или рынок, и там это всё продаёте. Потому что многие вещи, которые, может, чуть-чуть поломаны или с какими-то мелкими косяками, на авито хрен продаж. Если вам понравилось наблюдать за тем, как мы продаём барахло на барахолке, вы можете поставить этому видосу 5000 лайков. И в этой рубрике будет продолжение. Ведь на барахолке я бываю примерно пару раз в месяц, и могу выпускать подобные видосы. Также пишите ваше мнение о том, что мы сделали в комментариях. С вами был расхититель помоечки Штребух. Встретимся в следующих видосах и на стримах. Так что всем пока и всем спасибо за ваш просмотр. И знайте, что помоечка меня, как обычно, кормит. Субтитры подогнал «Симон»!